Святая преподобная мученица Анастасия Римлянка Ее взяла на воспитание настоятельница женского монастыря София В этой обители вблизи Рима Анастасия позже сама приняла монашество Она была очень красивой девушкой и многие знатные римляне просили ее руки Но Анастасия всем отвечала, что выбрала иного, небесного жениха В это время начались гонения на христиан Один из отвергнутых искателей руки Анастасии донес о монастыре военачальнику Прову Пров изумился к красоте девушки и посулами и лестью попытался убедить ее отречься от Христа Анастасия твердо отвечала «Мое богатство, жизнь и мое веселье, Господь мой Иисус Христос» Когда начались жестокие пытки, Анастасия не просила о пощаде Она продолжала петь псалмы и славить Бога Римский народ охочий до кровавых зрелищ и тот стал возмущаться бесчеловечностью правителя Святую Анастасию Римлянку помнят и почитают на Руси Наиболее известный храм, освященный в память о ней, находится в Пскове Сегодня свои именины празднуют все названные и крещенные в честь преподобной мученицы Анастасии Святая молится перед Богом о всех, кто носит и почитает ее имя Поздравляем именинниц с праздником и вместе с ними обращаемся к святой Анастасии Моли Бога о нас Преподобный Аврамии, архимандрит Ростовский, жил в XI веке Он рано ушел из дома и стал монахом Аврамии поселился в Ростове на берегу озера Нера В том краю тогда было много язычников А недалеко от кельи святого располагалось капище с каменным идолом Велесом По преданию, однажды Аврамию было видение Святой апостол Иоанн Богослов вручил ему жезл, увенчанный крестом Этим жезлом преподобный сокрушил идола и основал на том месте Богоявленский монастырь В нем он воздвиг храм во имя апостола Иоанна Богослова Преподобный крестил местных язычников, учил грамоте их детей, много трудился в монастыре на пользу братьев В конце XVI века перед походом на Казань царь Иоанн Грозный посещал святые места В Богоявленском Аврамиевом монастыре ему показали жезл, которым был сокрушен идол Велеса Посох преподобного Аврамия царь взял с собой, а крест оставил в обители После покорения казанского ханства Иоанн Грозный приказал выстроить в Аврамиевой обители новый каменный храм Богоявления, сохранившийся до сих пор Преподобного Авраамия Ростовского церковь чтит как одного из столпов русского монашества и светочей православия на российской земле Мы обращаемся к нему с просьбой Моли Бога о нас Священно-мученик Николай Прабатов родился в 1874 году в Тамбовской губернии в семье священника Он получил духовное образование, женился и принял сан С 1906 года он служил в селе Агломазово, открыл там приходскую школу Когда началась Первая мировая война, Иерей Николай пошел служить полковым священником и был в действующей армии до революции Священник вызвался добровольно, хотя в семье было трое детей и по существовавшим правилам он не обязан был идти на фронт Вспоминая позже об ужасах войны, Иерей Николай со скорбью говорил близким Священники уже тут не нужны, они теперь скорее жители неба, чем земли В феврале 18-го года в Тамбове началось крестьянское восстание против большевиков Перед выходом из села один из отрядов попросил отца Николая отслужить напутственный молебен Восстание окончилось ничем Толпу крестьян рассеяли очередями из пулемета А по деревням отправились каратели Односельчане предлагали священнику бежать Хотели его укрыть, но он отказался Римские легионы идут С этими словами вышел священный мученик Николай Навстречу расстрельной команде В страдании и смерти новомучеников и исповедников российских Сияет тот же свет Христов, что и в мучениках древних времен Мы обращаемся сегодня с молитвой Священный мученик Николай, моли Бога о нас Священный мученик Евгений Ивашко родился в 1899 году в семье священника в Минской епархии Он закончил духовную семинарию, а потом работал учителем в школе В 25 лет Евгений принял священнический сан Через три года его арестовали в первый раз Из заключения он освободился в 1930 году Через год скончалась супруга священника, оставив его с двумя детьми В следующие несколько лет отец Евгений сменил несколько приходов Так как власти проводили политику закрытия храмов Дольше всего он прослужил в селе Спасбереза Здешний храм тоже должны были закрыть под предлогом аварийного состояния Тогда священник обратился к прихожанам Несмотря на то, что крестьяне находились на грани разорения Из-за государственных поборов и займов Деньги на ремонт церкви были найдены Осенью 1937 года Ирия Евгения арестовали Его обвинили в контрреволюционной деятельности Священник виновным себя не признал Тройка приговорила его к расстрелу Священномученика Евгения причислили к лику святых в 2000 году Мученик в переводе с греческого значит свидетель Это человек, который жизнью своей, пролитой кровью Свидетельствует об истине христианской веры Русская православная церковь с трепетом хранит память Об исповедническом подвиге священномученика Евгения Ивашка И тысяч других священников и простых христиан Пострадавших в 20 веке Мы обращаемся к ним со словами молитвы Молите Бога о нас Субтитры создавал DimaTorzok